МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно ли совместить карьеру и семью? Таким вопросом задается практически каждая женщина. И большинство из нас кажется это совершенно невозможным и непонятным, как. Однако есть примеры, которые говорят об обратном. И если женщина хочет добиться больших успехов на работе, то не обязательно, что все ее домочадцы будут обделены вниманием. С вами программа «Миссия выполнима» и я, Екатерина Яковлева. Наша героиня Лена в свои 42 года сделала с ног сшибательную карьеру, которой позавидует любой целеустремленный мужчина. При этом она умело совместила все с материнством. Но вот только в этом женском планировании места для себя отведено не было. Лена пришла в нашу программу, чтобы защитить следующую диссертацию – диссертацию женственности. Лен, привет! Здравствуй! Я почитала твою биографию, и я просто удивлена тем, сколько ты уже успела за это время сделать. То есть ты доцент кафедры европейского международного права, член российской ассоциации международного права. И у тебя трое детей. Да. Когда ты успела их родить? Тебя как? Ты прямо на кафедре? Нет, меня отпускали, конечно, с кафедры. Но профессии счастливо совпало с материнством. То есть мне тут не пришлось сделать выбор между профессией и между семьей, между работой и домом. Ты же действуешь сейчас преподаватель, да, в университете? Да, конечно, конечно. И у вас есть определенная нагрузка. Тем более ты еще разрабатываешь определенные программы. Да, да, да. Ты это когда все делаешь? А это очень сильная мотивация, потому что вот сейчас, правильно ты мне сказала, подсказала, что у нас программы с иностранными студентами, иностранных студентов и город видит, что у нас много иностранных студентов, и наш вуз является лидером по количеству иностранных студентов в регионе, сколько у нас учатся, поэтому сейчас интересная программа, то что мы будем читать лекции на их языке, на каком они хотят, на французском языке, я в этом программе. У тебя же два языка, французский, английский. Ты читаешь еще лекции во Франции, тебя приглашают. То есть минимум два раза в год ты еще выезжаешь во Францию с лекциями по юриспруденции международного права. Да, это вот в программах, в которых я участвую. На самом деле дети – это такая мотивация, они в меня верят, мои мальчишки верят в меня, то, что мама сможет все, мама сможет на русском, на французском, ну хоть на Луну. И поэтому на самом деле вот то, что за мной стоит моя семья, стоят мои дети, стоят мои мальчишки, меня оно очень сильно мотивирует, оно меня подталкивает. У меня на самом деле нет таких слов, что не могу, не хочу, я могу, я умею, я сделаю. Поэтому, в общем-то, это действительно, это такой крепкий тыл за мной, что как бы я понимаю, что это не последний, не крайний рубеж, до которого я дошла, что в профессии у меня еще очень-очень много перспектив, очень много планов, которые я хотела бы реализовать. Я знаю, что я их реализую, конечно. Ну, обычно при такой нагрузке действительно у мамы стоит выбор между карьерой и детьми. У тебя, я смотрю, это удачно получилось совместить. Но, опять же, тенденция такова, что, как правило, карьера и максимум один ребенок. Или, ну, потолок двое, у тебя трое. Как получалось? Ну, началось все с того, что я еще в студенчестве вот начала участвовать в международных программах, и первая моя поездка во Францию меня, конечно, в плане страноведения очень удивила. То, что я видела страну, я видела людей, я видела не с точки зрения туриста, а вот изнутри, потому что я приехала надолго, я училась там, и я наблюдала за людьми. И первое, что меня удивило в личной, как бы вот в такой бытовой, в бытовом плане личной жизни, то, что у них двое, трое детей, четверо детей. Когда я спрашивала моих друзей, а почему у вас много детей, вроде бы сложности, они говорят, а мы, французы, любим детей, поэтому у нас много детей. Я подумала, в России любят детей не меньше. По степени самоотверженности, по градусу самоотдачи у нас, мне кажется, даже больше любят детей. И вот это зернышко такое запало в меня, то, что действительно, ведь можно иметь детей, это принесет радость. На самом деле, когда родился второй сын, семья как-то уравновесилась, получилась как два крыла. Что мы вдвоем с мужем, у нас общие интересы, у детей общие интересы, и мы стали только крепче. Но здесь, на самом деле, желание иметь детей, и обсуждение количества детей должно быть общим. Я услышала, что ты рада надежному тылу у тебя в семье. Но, на мой взгляд, такое суждение свойственно все-таки больше мужчине. А ты, женщина, и мальчики, опять же, с твоих слов, хотят видеть маму, хотят видеть женщину, мягкую, теплую, красивую. Насколько ты себя все-таки ощущаешь женщиной? Мне кажется, такая сильная. Все на себе ты ощущаешь. Конечно, конечно, я стараюсь быть для мальчишек примером именно женщины, именно мамы. Именно вот такой мягкой, внимательной, заботливой. Но, опять же, и реалии нашей жизни, и профессия моя, она меня подталкивает к тому, что у меня какие-то черты тоже складываются. Черты настойчивости, черты властности, потому что на работе у меня, допустим, бывает потоковые лекции 300 человек студентов, и мне нужно удержать их внимание и, соответственно, работать с ними. Конечно, это накладывает свой отпечаток, но я стараюсь. Стараюсь переключаться, да? Да, стараюсь переключаться, стараюсь, чтобы дети, мальчики, у меня трое сыновей, они действительно видели пример, образец женщины. Но, опять же, женщина – это не значит синоним слабости или подавленности какой-то. Но я не думаю, что синоним именно женщине есть подавленность и слабость. Здесь как-то, мне кажется, это ошибочно, и я с тобой готова поспорить. И надеюсь, что наша программа поможет тебе все-таки избавиться от таких синонимов. Открыто. Открыто для изменений. За такой загруженностью, за заботами иногда чуть-чуть времени не хватает на себя. И, конечно, хочется, чтобы кто-то подсказал, кто-то позаботился, кто-то понял, кто-то помог. Мы, правда, эти два дня будем о тебе заботиться, понимать, чувствовать. Я думаю, что результат наших специалистов тебя обрадует. Готова. Ну что, пойдем вперед. Лена, привет. Привет, Ваня. Очень приятно с тобой познакомиться. Позвольте. Сегодня наша цель – проанализировать ту одежду, которую ты принесла. Но вначале я хочу у тебя узнать, к какому событию в твоей жизни мы будем готовиться. Так просто произошло, что у меня очень много юбилейных дат. В этом году 20 лет работы моей в университете, моей профессиональной деятельности. И в этом году 20 лет у нас знакомство с мужем, совместного проживания с мужем. Озаравляет. Поэтому спасибо. Поэтому, в общем, юбилеев много. Ты, девушка, очень яркая, колоритная, яркие глаза, яркие волосы, а гардероб очень бледный. Тебе не соответствует. Хочется добавить жизни, вдохнуть энергии. Я слушала твою историю и поразилась, насколько насыщенной жизнь. А гардероб этого не показывает. Ты мама троих мужчин, ты супруга и должна соответствовать этому уровню, должна показывать пример. Поэтому предлагаю отправиться в магазин и заменить наш гардероб на более свежий, современный, модный. Девчонки, привет. Привет. Ну, как ваши дела? Мне очень нравятся люди с активной жизненной позицией. Но по гардеробу я этого не увидела. Да, абсолютно с тобой согласна. Поэтому меняемся? Ну что, тогда я забираю у тебя героиню к стоматологу, а с тобой мы уже встречаемся в торговом центре. Отлично, а я пойду готовиться. Хорошо, до встречи. Удачи. Девчонки, привет. Привет. Здравствуйте. 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 Знакомьтесь. Это наша героиня Лена. Очень здорово. Это Ольга Васильевна, врач-стоматолог, лауреат международных конкурсов по эстетической стоматологии. Может быть, ты сама тогда расскажешь, какие у тебя есть проблемы? Ну, конечно, я бы хотела, чтобы доктор посмотрел состояние зубов, потому что при загруженности такой мы приходим к врачу, когда только уже начинает болеть. И когда болит сильно. Конечно, я немного боюсь, потому что как бы стоматолог такой нестойно. Я тебе уверяю, что в этих руках можно расслабиться. Присаживайтесь. Спасибо. Приятно отметить, что в целом у вас состояние зубов хорошее. Единственное, что требуется, вам сделать профессиональный гигиен, поскольку имеется налет. В целом, ваша позиция меня порадовала. Спасибо, доктор. Чтобы возвращать блеск и поддерживать уход с зубов. Мы вам в этом поможем. Сертификат, подарок от нашей компании, профилактика, диагностика и развернутая консультация с рекомендациями. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лида. Очень приятно. И сегодня я буду работать над частью вашего образа. Начнем с окрашивания седины. Одновременно мы будем удалять ненужные сегодня нам пигменты. Мы, естественно, будем избавляться от этой достаточно агрессивной, креативной стрижки. К силу вашего статуса, она не совсем здесь уместна. Мы выполним стрижку Пикси. Это достаточно удобная, подвижная стрижка. И она актуальна. Здравствуйте. Меня зовут Полина. Сегодня я буду вашим визажистом. Очень приятно. Мы выбрали натуральные, солевого, винные тона в макияже, которые очень гармонично подходят нашей героине. Выполнили лифтинг, заложив новую форму, структуру глаза. Сделали скульптурирование и полностью изменили форму бровок, сделав художественное оформление. Ну что, нас с тобой ждет Марина уже с несколькими комплектами одежды. Потому что, мне кажется, для тебя это новый опыт. По-моему, это одна из тех женщин, которая берет, не глядя с манекена, вещь и бежит уже, одевая ее даже на ходу. Так что пойдем примерять. Привет, Марин. Привет, Лена, Катя. Ну что, готова примерить комплекты? Готова. Для новой и лучшей жизни. Мы подобрали все самое лучшее, Лена, для тебя, чтобы ты сегодня блистала вечером, чтобы была просто на высоте. Тем более есть повод. Вручение премии «Юрист года». Я тебя от всей души поздравляю и надеюсь, что мы тебе поможем в этом. И действительно будешь на высоте, когда будешь выходить на сцену, чтобы люди действительно увидели на самом деле, какая-то героя, наших героев юриспруденция. Отлично. Пошлите. Не терпится уже все посмотреть. Здорово, волшебно, то, что я выгляжу очень так современно, очень свежо и необычно для меня совсем. Я не похожа на себя обычную никак, нигде. Спасибо большое. Я думаю, что семье понравится. Действительно, как ты сказала, образ очень модный. Мы добавили женственности, чтобы ты была не только руководителем, но и женщиной. Действительно стал свежей, привлекательной. Спасибо. Да, и твоя улыбка об этом говорит. Я довольна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой вы ожидаете ее увидеть? Я думаю, я ее узнаю. Лев, скажи, какую ты маму ждешь? Тебе петличку одели? Красивую, красивую. Ну, я жду маму такой красивой, с такой экстравагантной прической. И я хочу рассказать стихотворение. Давай. Сто путей и сто дорог обойди по свету. Мама самый лучший друг, лучше мамы нету. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так. Вот так. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со мной произошло чудо. Чудо преображения. Я просто хочу остаться такой, хочу запомнить это мгновение. И хочу в нем, в этом состоянии остаться надолго. Придется привыкать. Да уж. Да уж. Очень сильно изменилось, да. Очень мне нравится. Все в этой жизни возможно. Главное, надо постараться. Женщина может совмещать в себе силу, твердость, властность на работе и нежность, заботу и ласку дома. Но как научиться перевоплощаться рядом со своим мужчином в слабую и беззащитную женщину? Это очень сложное искусство. И ему нужно учиться. С вами была программа «Миссия выполнима». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова